Девочки, всем привет! Сегодня, наверное, будет влог. Потому что я взяла камеру, в общем, для того, чтобы я вчера работала, хочу скинуть свою фотографию на компьютер. Ну, результат моей работы. Вот. И думаю, почему бы мне не снять влог? Сейчас вот буду кушать. Сделала себе бутерброд с паштетом. Я очень люблю с плавленым сыром мягким. Угурчик, там пряники и сникерс. Поясняшки. Сейчас буду смотреть параллельно Габи. Канал. В общем, и балдеть. Сегодня у меня выходной, и у меня хорошее настроение, и очень хорошая погода. Вообще все круто. Сейчас буду, конечно, по ходу заниматься домашними делами некоторыми, но вообще я, конечно, уже вчера все сделала. Позавчера даже. Прибралась. В общем, хозяйка. Поэтому сегодня буду отдыхать. Ну, и так немножко тоже работать дома. Совсем забыла сказать про чай. Вот сейчас себе сделала такой чашки с овечкой. Чай очень вкусный. Кертис с виноградом. Сейчас тоже буду хлебать. И скоро к вам вернусь. Сегодня у нас 27 августа. Погода замечательная просто. Вот. Я снимаю этот лог уже, наверное, неделю. Но не могу никак доснять. В общем, такая замечательная погода. Сегодня надо обязательно подпогулять, потому что завтрашнего дня обещают дождики, охолодание. В общем, будет уже настоящее дождливо. И холодная осень поэтому. Или потом не страждаться, наверное. Всем тоже отличных выходных. Кстати, сегодня выходной суббота у нас. Так что отдыхайте, наслаждайтесь последними теплыми финиками. Поэтому отмечаю такой день, такой день. Я себе тут нарезала арбуз и дыни. Сейчас буду отмечать. Потреблять, в общем. Все. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас будут печь, наверное, маннику. В общем, тут заколотила. В общем, манку наколотила с кефиром. На кефире будут печь. И сейчас, в общем, добавлю туда яйца масло, ванилин, соду. И, может быть, пропитаю, там, не знаю, сметанным кремом. Либо сверху полью. Еще хотела показать вам, значит, вчера муж мне купил шоколад. Я попросила. Люблю я такой вот чоколад. Это литовская фирма. Значит, называется она... Тай Тау, по-моему. Да. Тай Тау Чоколад Селекшн. Вот именно такой, с морскими там коньками, ракушками. У меня молочный, но пробовал, а я и черный. Еще тоже очень вкусный. Правда, берите, не пожалеете. У кого, еще раз повторюсь, литовская фирма. В общем, у нас вот привезли в Беларусь. Поэтому попробуйте, не пожалеете, кто любит шоколад. Хотела вам показать свои недавние покупки. Купила себе я осеннюю куртку и свитер. Вот куртка с капюшоном. Тепленькая такая, в общем, на замке. Ну, на молнии я имею в виду. С кармашками. В общем, отшивает Россия. Какая там фирма, я в общем, не знаю, не помню. Ну, не знаю я. А, Анжелика, по-моему, называется. Что-то такое, в общем. Я уже бирку оторвала. Такого вот на осень мне захотелось ядреного и синего цвета. Конечно, цвет немножко сейчас искажается. И свитерок вот такой вот пыльный. Вот, сейчас отображается цвет, который нужно. И куртки, и свитеры, которые реальны на самом деле. И припыленный такого розового цвета. Такого спокойного, нежного. Может быть, немножко не осеннего. Но, в общем, я и зимой-то его планирую носить. С шерсти там и с пана, в общем, в состав входит. Вот, свитерок такой вот. Даже такой прикольный, милый. Фирма Неаполи. Вот, это наша белорусская. Полесье у них там, в общем, обшивают. Они тоже качественные, хорошие вещи. Так что, вот, такими были мои покупки последние. Побода у нас сегодня просто замечательная. Она, в общем, наступила по билету. И вообще, я говорю, да, я, конечно, с работы сегодня пришла у Славши. Но, посмотришь, какая погода. Просто, спасибо. Осень уже. Хотела также показать то, что я себе купила вот на днях. Наконец-то я нашла бутыль этой мицеллярки от Гарниер. Теперь тестирую. Как бы мне нравится. Глазки не щиплет даже. Там вот у меня была вот Нивея последняя. Тоже там для чувствительной, по-моему, что-то там кожи. Но она мне поначалу щипала глазки немножко. Пекла даже, а не щипала. Когда вот с глаз смываю макияж. Это как бы нормально. Хотя потом это прошло. Также купила на пробу. Вот, кстати, не могла я долго найти ее у нас. Как-то. А я не наткнулась, поэтому сразу схватила. И вообще даже не раздумывала. Также на пробу я себе купила. У меня заканчивается мой от Нивея крем. Я очень любила брать. В общем, в этот раз я там брала какой-то дневной, другой. Взяла такой рейтинг и питание. От 100 рецептов красоты, кстати. Взяла попробовать, потому что я очень люблю вот бальзам. Мне очень нравится. Он очень бюджетный, стоит копейки. Но для моих волос у меня они пушатся всегда на кончиках. Вообще у меня такая структура, как бы они всегда у меня такие пушистые, волнистые. И поэтому у меня на концах они вообще особо, особенно пушистые. Поэтому мне надо, чтобы что-то их приглаживала, разглаживала, но не утяжеляла и не жирнила. Вот это вот самое оно. Копейки стоят. Но очень мне нравится просто. Я пробовала и с шиповником, и с пивной. Вот такое вот, короче, классное, дешевое и вообще суперские. Ну, конечно, это не значит, что если мне подошло, всем подойдет. Ну, советую, попробуйте. Вы ничего не потеряете. Для всех типа волос, кстати, подходит. И состав у них тоже нормальный, мне нравится. Неплохой. Вот такой креп. Вот пробую. Не знаю, несколько раз его попробовала. Значит, замедляет процессы увядания кожи, стимулирует регенерацию. Обладает витаминизирующим, значит, действием противовоспалительным. Смягчает, питает кожу. Устраняет сухость, шелушение, в общем, и все дела. В общем, будем пробовать. Написано, что это улучшенный рецепт. Масло с маслом углепихи, маточным молочком, маслом виноградных косточек и витамином АИ. Питает мою сухую кожу неплохо. Поэтому попробуйте, может быть, кому тоже понравится, подойдет. Поэтому, девочки, советую, присмотритесь к этим товарищам. Может быть, кому-то тоже поможет и деньги сэкономить, и понравится действие и эффект. Ну и так как это домашний влог, девочки, всякая всячина, хочу вам показать очиститель для унитазов с лавандой у меня. Вот такой вот этот фрош. Это польская фирма. Он в составе фруктовые кислоты, в общем, без химии всякой там вредной для здоровья. Очень деликатно действует, очищает там унитазы, в общем, поверхность. Делала я вот, когда мы ездили на Украину, заказ из интернет-магазина минеральной косметики. Точнее, из двух. Получилась такая ситуация, что я заказала из одного, меня проигнорировали два дня, мне никто ничего не отвечал. Я заказала в другом, потому что у меня времени было совсем в обрез, и мне нужно было срочно получить эту пудру, потому что она мне нужна была. Ну, пришлось мне забирать уже две посылки, думаю, ладно, пускай уже будет, мне она все равно нужна. Пудру я заказывала, универсальную, точнее, основу Light Beige Matte в оттенках. Пришло мне, короче, из двух интернет-магазинов. Почему-то, значит, Свитсенс я заказывала. Light Beige Matte, оба, оба оттенка, Light Beige Matte, но почему-то они разные. Один темнее, я надеюсь, он будет видно, другой светлее. Как это объяснить, я не знаю. Также заказала себе пудру для бровей тоже. Это от Lucy Minerals, Natural Brow. Natural Brow, значит, такой вот коричневый оттенок. Еще не пробовала на бровях. Все это было упаковано в вот таком пакетике, но это отдельно. Это Magic Minerals магазин. Мне нравится всегда, как они хорошо пакуют. Все это было упаковано в коробку. Также я заказала кучу пробников. Очень красивые оттенки, тени этих. 24 карата голода, такое вот прям золото. Я эти свочи сделала вот на руке, чтобы вы посмотрели. Прям такой новогодний-новогодний золотой, зеленый, такой глубокий, очень красивый. Это подводка тени. Вот он называется. Название все не буду коверкать. Вот, пожалуйста. Смотрите. Такие вот тени Драма, Эвенли Минералс, такие вот тени Миднайт Бурганди, они очень похожи между собой. Не знаю, что одни прозрачные, вот эти вот Миднайт Бурганди, вот эти вот последние, они прозрачно наносятся, хотя немножко драма, немножко поплотнее. А так очень красивые, очень. Прямо играют так. Также хочу показать вам, заказала я две подводки. Я, конечно, ожидала, что будет насыщеннее оттенок. Что этот, что этот. Этот был такой фиолетово-бордовый насыщенный, этот был такой темный-темно-синий. Влажным способом я, конечно, их еще не пробовала носить, но на сайте они отображались намного темнее. Вот такие вот у меня получились оттенки. Это иллюминаизер от Априкот HD. Иллюминаизер. Такой он вообще очень деликатный, такой розовый-розовый, нежный-нежный розовый цвет. Такой совсем светлый, прикольный очень. Он такой более холодноватый, на коже смотрится он красивый, но все же видны блесточки такие мелкие. Glow Becoming Eyes. Он такой уже более теплый. И тени иллюминаизер. Я их заказывала попытать их в роли именно иллюминаизера. Вот. Я не знаю, будет видно вам или нет. Надеюсь, самым деликатным оказался вот так раз эти тени оказались. Вообще, мне все, конечно, они три понравились. Ну и также я заказывала тут еще всякую дребединь. Это пудра для бровей. Нейтрул, там написано, по-моему, для темных, ну, короче, для шатенок, в общем, для темноголосых, для брюнеток. Ну, какие-то они, мне кажется, такой рыжеватый немножко оттенок. Консилер. Вуаль. Такая оттеночная вуаль. Вот такая вот. Буду пробовать. Значит, финишная пудра с зеленым чаем от Светсенс. Консилер для глаз. По-моему, тоже написано. Как бы иллюминаизер, но что-то я тут... Вообще никакого шиммера не вижу. И бронзер Гранд Марнер. Короче, все это буду тестить. Кстати, девчонки, я заказываю все такие маленькие баночки. Мне их надолго хватает. Я не знаю, зачем были у меня сейчас две. Я не вижу смысла заказывать банки по 20 грамм, там по 10 грамм. Мне вот эта маленькая, тут 5 грамм, по-моему. Ну, 5-граммовая баночка, сколько здесь веса пудры, естественно, не 5 грамм. Но мне хватает... Да, на полгода даже больше, наверное. Так как у меня две, мне и на год хватит. Поэтому не задавайте мне вопросы, почему я заказываю маленькую. Сразу отвечаю. Я купила себе от Невея молочко для тела, питательное, для сухокожи с миндальным маслом. Мне, короче, понравилось, очень классное. Хотя производит его Испания. Мы знаем, Испания не очень качественные продукты невецкие производит. Самое классное, это германские. Надо читать, потому что я тоже повелась. Вот написано Bayer's Dorf Germany. А потом прочитала, что произведено в Испании. Но все равно, мне очень нравится эффект. Оно очень питает, увлажняет и пахнет. Запах у него такой традиционный для Невеевской косметики. Мне, короче, нравится. Также у меня закончился увлажняющий дневной крем. Это уже полная я купила себе. Еще одну, вот такая легкая у него текстура. Короче, очень нравится мне. Один у меня уже закончился. Кстати, скажите, надо ли снимать видео? Будет ли вам интересно в пустых банках? Стоит ли мне копить эти бутылии или нет? Снимать ли мне видео в пустых баночках? И масло для губ Невеевское с ароматом кокоса. Очень мне нравится. Такое классное пахнет кокосом. Обожаю. Вкусное-вкусное. Пахнет баллантин мне. Напишите мне, что из этого пробовали вы и как вам? Нравится ли вам Невеевская косметика? Именно я фанат, кстати, Невеевской косметики. Все прям подобралась. Невея. Ну, так совпало я не специально. Кстати, сегодня пятница. Уже поздний вечер. Я все же надеюсь закончить этот влог. Сегодня показываю вам свой новый маникюр. Похвастаюсь немножко. При искусственном освещении все, конечно, засвечивает. Но я вставлю фотографию. Вам. И... Наконец-то я заканчиваю этот влог, как я уже сказала. И всем хороших выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok